Здравствуйте дорогие друзья, подписчики и подписчицы, случайные зрители. Если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подпишитесь. В этом видео мы рассмотрим такую тему, как уход за мальками. Рано или поздно начинающий аквариумист в своем аквариуме обнаружит мальков. Совсем не важно, намеренно он хотел получить мальков или нет, ведь в этой теме мы хотим поговорить про общие правила по уходу за малышами. В большинстве случаев, если вы намерены поднять, так сказать, на ноги мальков, вам необходим отдельный аквариум. Это связано с тем, что родители и соседи с огромным удовольствием покушают и икру, и молодняк. Но прежде чем поместить мальков в отдельную емкость, ее нужно тщательно подготовить. Если вам необходимо, так это избавиться от бактерий. Они находятся и на стенках нового аквариума, и в разных уголках, поэтому для обработки потребуется нам или соль, или сода. Именно этими двумя веществами мы будем обрабатывать стекла аквариума и грот, если хотим какие-то укрытия туда поместить. Дальше важно сделать воду подходящей для мальков. В идеале вода должна быть похожей на природную, что обезопасит воду в аквариуме от микробов. Ее стерилизуют, могут стерилизовать ультрафиолетом, в основном так и делают, либо озонируют ее. Подмену воды в аквариуме с мальками необходимо производить на ежедневной основе, но не более 10%. Если в среде икры вы заметили белые или деформированные иквинки, то их нужно немедленно удалить. Ну и, пожалуй, самое важное, это кормление мальков. Сразу после рождения большинство мальков не нуждается в кормлении, ведь у них есть желтый мешок, который обеспечивает питание мальков в первые дни жизни. Это касается тех, кто появляется из икры. Самой первой едой для мальков выступают различные микроорганизмы, которые живут в толще воды. Но если мальки появились в стерилизованном аквариуме, нужно купить специальный корм, богатый протеинами. Вы знаете, что некоторые виды живого корма могут просто начать охотиться на самих мальков. Плюс к этому инфекции вместе с живым кормом могут легко убить мальков, ведь иммунная система малышей совсем слабая. Ассортимент кормовых культур желательно подготовить заранее. Это инфузория, артемия, калавратка и тому подобное. С мальками живородящих при кормлении состоит довольно проще. Они появляются на свет уже полностью сформировавшимися, и меню для них составить не очень сложно, ведь мальки живородящих видов рождаются довольно крупными и могут есть пищу размером больше, чем те мальки, которые появились из икры. Важной особенностью кормления мальков является его частота подачи. Если взрослых рыб кормят 1-2 раза в день, то мальков необходимо кормить мелкими порциями до 8 раз в 24 часа. Остатки еды при этом после кормления необходимо удалять, ведь тот корм, который останется, он может среагировать как размножение микробов и, соответственно, бактерий. Если численность детей в аквариуме слишком высокая, то это очень плохо. При перенаселении высока вероятность того, что мальки начнут гибнуть, так как ухудшается гигиена, вследствие чего гибель рыб, точнее гибель мальков, будет стопроцентная. Первый вопрос – это фильтр. Его мощность должна хватать на то, чтобы фильтровать воду и не засасывать при этом ни икру, ни мальков. В данном аквариуме в виде то, что уже мальки есть и большие, и маленькие, и это тоже не очень хорошо. По мере роста желательно, конечно, рыбу формировать, то есть более крупных, отсаживать уже в другой аквариум. Если, конечно, получится отсадить ее к родителям, то хорошо. Если они будут все-таки еще малы для того, чтобы пересаживать их к родителям, нужно тогда иметь еще какую-то дополнительную емкость. В этом-то и заключается, наверное, самая основная проблема. Для того, чтобы поднять малька, нужно несколько аквариумов. А почему происходит так, что некоторые уже, видите, какие крупные, а некоторые вот совсем-совсем мелкие еще? Это из-за того, что каждый из них кушает по-разному. Кто-то кушает больше, кто-то кушает меньше. Соответственно, и размеры из-за этого, зачастую именно из-за этого, очень сильно отличаются. Ну, как вы видите, здесь мой, как сказать, детский садик. Здесь у меня есть и гупяшки, и малинезии. Вот эта, кстати, крупная. Это велифера. Где она спяталась? Вот она спяталась велифера. Она, видите, значительно крупнее, быстро набрала достаточно крупные размеры. Гупяшки здесь тоже плавают. Пициллии, баллоны. В общем, все-все-все мальки у меня живут вместе. И никаких проблем и дискомфорта я, в принципе, не ощущаю. На этом все, мои дорогие друзья. Спасибо вам за внимание. Ставьте пальцы вверх. Всего вам доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»